Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодняшнее видео будет про мои 10 эко-привычек. Экология вообще, год экологии, и поэтому я не могу обойти эту тему стороной. И свои 10 эко-привычек я хочу разделить на две темы. Первая — это многоразовое использование чего-либо. И вторая — это, конечно же, раздельный сбор мусора. Итак, я хочу вам показать свои многоразовые гаджеты, которыми я пользуюсь почти что каждый день. Итак, первые — это будут бахилы. Учитывая то, что я сейчас очень много хожу по поликлиникам и посещаю врачей, вот это просто мой must-have. Вот в таком мешочке хранятся они, очень удобно, то есть можно кинуть в рюкзак и знать, что ничего не запачкается. У меня есть две пары — это синие бахилы и такие вот зеленые под цвет мешочка. Да, я знаю, что сейчас у нас бахилы в поликлиниках выдаются совершенно бесплатно, но я считаю, что их просто одел и выбросил, а получается уже не экологично. А вот эти бахилы взял, постирал и можно носить, я думаю, что... Ну, долго точно, точно долго. Я их стираю после каждого посещения, чтобы, во-первых, было приятно их в следующий раз заставать, а во-вторых, чтобы не разносить грязь. Та-дам! Ну, конечно же, бутылка. Во-первых, это сохраняет экологию, то есть мы не покупаем лишний пластик, а во-вторых, это экономит наши средства. Просто я кипячу воду, заливаю сюда и... Все, готово, можно пить. Вот такая вот бутылочка. Учитывая также, что во время времени нужно больше пить жидкости, очень удобно, также кинула в рюкзак, взяла с собой, и не нужно думать, где можно зайти в магазин и купить себе бутылку с водой. Следующий продукт, это связано с бьюти, многоразовые диски. Они сделаны из такого вот очень приятного на коже материала, типа что-то флиса, тоже я, получается, попользовалась и сразу кинула в стирку. У меня два комплекта, по-моему, их шесть штук. Конечно же, в магазин мы сходим с шопперами. У меня их несколько, три. Один я покупала во вкус Вилл, это мне подарила компания Керхер. И еще один мне привезла моя подруга с Кореи. Плюс в том шоппере лежат мои фруктовки. Ну, может быть, вы слышали, это такие, типа тоже мини-шопперы, только в клеточку их затягиваются, и туда можно, когда идешь в магазин, не отрывать эти салфановые пакеты, а кидать в эти вот фруктовки. Очень удобно, тоже, ну, про экономию ничего не могу сказать, потому что они там бесплатно раздаются, но след в экологии вы оставляете намного-намного меньше. Следующий продукт это для хозяек, такой тоже must-have. Вот такая вот крышечка на тарелку, допустим, если у вас остался сыр и потерялась крышка от контейнера, то вы просто одеваете вот так. У меня здесь есть кружечка с морсом. Получается, вот так вот натягиваем и все убираем. Ничего не заветривается, не проветривается, довольно экологично, и тоже можно несколько раз постирать. Я знаю, что продаются такие же, у меня есть, кстати, они, крышки из, типа, пластика, но я вот, когда увидела, что продаются такие, конечно же, взяла такие многоразовые. Во-первых, их можно закинуть в стиралку и постирать, там, с полотенцами, и что не нужно вот эти вот пластиковые намывать стоять, потом куда-то придумывать, повесить, так же, хоп, высушил и все. Очень удобно. А теперь я вам расскажу про второй раздел, это раздельный сбор мусора. Первым делом хочу вам показать вот такой вот флайер, это с etching them. Получается, вещи, которые я не ношу уже, там, полгода, 3-4 месяца, я собираю их в пакет, отношу в etching them, и, получается, ты им сдаешь, они тебе вот такой вот буклетик на 15-процентную скидку на любой товар, который пожелаешь. Я уже таким флайером пользовалась, и действительно, скидка, ну, была, мне посчитали джинсы для беременных со скидочкой, вот. Ну, в принципе, они перерабатывают, что-то перерабатывают, а что-то хорошие вещи отдают, насколько я помню. Как бы и хорошее дело сделал, и не просто выбросил свои вещи на мусорку. Также свою обувь я отнесла в рандеву, тоже вы сдаете обувь, и вам дают скидку 20% на любой, там, и товар со скидкой, и на новую коллекцию, то есть вы можете потратить и приобрести другую обувь. Я знаю, что обувь, которую они получают, они перерабатывают и делают из старой обуви вот эти вот покрытия для детских площадок. Следующая позиция — это батарейки и лампы. Я знаю, что в Leroy Merlin принимают батарейки, разные лампы, от обычных, типа лампочка или чадо, вот таких вот длинных. Можно, как бы, туда прийти и сдать. Еще в Петербурге у нас прям в парадной стояла коробка, и можно было туда сдавать батарейки. Я туда не один раз относила и проверяла, что потом ее опустошают и, видно, сдают на переработку. Из переработки я собираю пластиковые бутылки. Это осталось от йогурта. То есть вы снимаете крышку, обязательно моете и потом вот так сминаете. И у нас есть сумка, куда я складываю недалеко от обычного мусорного контейнера. У нас есть контейнеры, куда собирают, что можно переработать, материалы для переработки. Это также макулатура, я собираю и от шоколадок, и от риса, вот все, что можно бумажное переработать, я все складываю. Также стекло у нас принимают недалеко, просто мама нам передала всякие соленья варенье, а банки нам некуда складывать, поэтому я их отправляю на переработку. В принципе, можно их обратно отправлять маме. Также у меня компост от яиц, потом я хочу их размять на мелкие кусочки, раздробить и просто закопать в землю, а они там уже сами перегниют и станут удобрением для растений. Еще хочу рассказать свои экологические привычки. То есть, когда я чищу зубы, я всегда выключаю воду, чтобы лишнее не вытекало. Во-первых, и счетчики, во-вторых, тоже сохраняем запасы пресной воды. Пусть я буду одна такая в доме, но моя совесть просто мне не позволяет уже чистить зубы как-то по-другому. Причем эта привычка у меня уже, наверное, лет 5. Плюс я теперь развожу морс с водой. Мы не покупаем соки, а я делаю такой домашний компот. В принципе, одно и то же. Чуть-чуть сахарка добавила сладенько. Можно лимончика будет покислее. И очень полезно. Все домашнее, все свое. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы возьмете себе на заметку какие-то мои экологические привычки. Все, что я покупала товары, ставлю ссылки на магазины, где... На самом деле, никогда не поздно внедрять какие-то новые привычки в свою жизнь. Я вообще начинала со сбора пластика. Я собирала пластик неправильно. Потом я почитала какие-то статьи, у кого-то в сторис увидела в инстаграме. И тоже начала вести более полезный образ жизни. Не забывайте ставить лайки. И, кстати, в описании подписывайтесь на мой инстаграм. Я там очень активная. Выставляю фото, сторис. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok